Привет, добро пожаловать на канал. Советую подписаться на него, если ты впервые на нем или еще не подписался, чтобы не пропускать такие видео, которые совсем недавно выходили, где я рассказывал про капитана Америку, капитан капитализма, который, собственно, вот и творит то, что сейчас происходит на рынке велосипедов, но и не только. Но это в сторонку. Поговорим сегодня о технологиях высоких, о технологиях безопасности, которые в будущем, совсем далеком, если честно, но способны будут нагнуть всех воровянов, норовянов и олежков и прочих продавцов ворованных велосипедов на авито, на вконтакте, на телеграме. Хотя в телеграме, по-моему, группы, ну я не слышу, по крайней мере, о такой, можете скинуть в комментариях, если знаете, группу, в которой продаются ворованные велосипеды или в том числе ворованные велосипеды, будем знать, будем знать врага в лицо. И я говорю о технологии блокчейн. И я подробнее о ней уже говорил в видео о Кальнага C64 NFT. Тоже рассказывал, что такое NFT. Пожалуйста, это видео посмотрите, чтобы как-то основы понимать этого всего. Но если вы уже знаете, то можете продолжить просмотр этого видео, потому что Кальнага, как мы думали, как я думал, по крайней мере, не на хайпе решил все вот это имплементировать в процесс продажи, то есть имплементировать технологии блокчейна NFT, а фактически с задней мыслью о том, что это будущее. И здесь, если вы знаете, что такое NFT, опять-таки коротко, это просто уникальный номер вашей работы, вашего какого-нибудь искусства, картинки или чего-либо в сети. Этот номер невозможно поменять, этот номер невозможно взломать. Конечно, если вы сами все данные ваши не сольете, все ваши пароли и прочее, но это уже другое. Здесь можно и двойную аутентификацию использовать и прочее, но в общем и целом это самая безопасная система, по которой будет очень сложно кого-то обмануть, что у меня вот эта картинка есть и да, вот это она, вот это оригинал. Нет, через систему NFT на том же рынке для NFT, там OpenSea страничка, можно будет найти оригинал, найти номер и сопоставить его с картинкой, которую продает там кто-то через группу на Телеграме. И там этот номер не совпадет и картинка в итоге оказывается не оригинал. И здесь не нужно каких-то профессионалов, оценщиков, как в реале бывает. То есть картина, она настоящая, настоящие ли эти мазки, сколько лет краски, всякие изотопные тесты, черт не знаю что. Этого всего не нужно, достаточно просто сравнить номер. Кстати, как поживает виртуальный C64 NFT, его один чувак купил за 3-2 эфира и все, то есть он больше его не продавал. Но в итоге, возможно, он даже сможет на этом выиграть, потому что эту технологию заново использует. Что конкретно? Я понимаю, что было, наверное, сложно слушать. Опять-таки, это ваша вина, если вы не посмотрели видео про NFT и не узнали, что это такое. Конечно же, я первые 2 минуты вещал на Тарабарском для вас. Но опять-таки, здесь информируйте себя, потому что уже первый велосипед, на котором Погачар поедет, он уже будет в сети. Он будет в блокчейне. Его уникальный номер будет в блокчейне. Что будет конкретно в реальности? Вы заходите в какой-нибудь веломагазин. На данный момент только Кольнага и официальный дилер Кольнага, например, вот этот в Москве. Вы заходите в него, говорите, мне, пожалуйста, вот такой-то Кольнага. Говорят, да, вот, пожалуйста, давайте там Ростовку посмотрим, какая вам подходит и прочее-прочее. Процесс покупки происходит, вы оплачиваете, вам советуют скачать апп, который тоже специально Кольнага все сделал в коллаборации с айтишниками. И вы получите в сети блокчейн уникальный виртуальный, скажем, C64 или V3RS. Вы получите его уникальный номер только для вас, только для вашего NFT-кошелька. Потом там будет видно, что Кольнага продал этот велосипед такому-то кошельку, то есть вам конкретно. И впоследствии, если вы захотите продать этот велосипед, вы оформите эту покупку через блокчейн. И в реальности, конечно, тоже, то есть вам заплатят реальные деньги, и тот, кто купит этот самый велосипед, получит и виртуальную копию его тоже. Которая будет заверять, собственно, факт того, что этот велосипед реальный, этот велосипед от именно вот этого владельца. Можно будет всю историю просмотреть. Больше никаких дискуссий по поводу, у тебя есть чек, у тебя есть документы, как тебя там зовут, откуда этот велосипед, ну да, окей, поверю в эту историю. Нет. Теперь все черное по белому. Теперь вся история покупки будет известна, вся она будет стоять в сети. И продавать ворованное будет просто не иметь смысла. Да и воровать, в принципе, тоже, потому что теперь просто железнейшие доказательства того, что велосипед был сворован. Хотя мы и раньше об этом узнали, тоже железнейшее известно, что велосипеды из актуальных модельных рядов, которые продаются за бесценок на Авито, это все 110% ворованное. Здесь можете не витать в каких-то фантазиях и прочее. В итоге технология блокчейна имеет смысл, она действительно крутая и тем самым вы сможете уберечь себя от покупки ворованного велосипеда, от покупки подделки. Тоже сейчас в комментариях напишут, что да и это тоже обманут. Нет, обмануть здесь невозможно, потому что номер на велосипеде должен совпадать с блокчейном, а данные по блокчейну должны будут совпадать с реальностью. То есть такое подобие двойной аутентификации. Здесь определенно можно будет манипулировать, то есть да-да, вот посмотри, у меня такой же значок, а вот эти блокчейны ты можешь потом дома посмотреть, я тебе перешлю имейл, да, сейчас вот покупай, а я тебе потом перешлю. И вот здесь может произойти обман, да, но я думаю, что вы на этот обман не поведетесь и все данные затребуете прямо во время этой самой возможной покупки. Окей, теперь по поводу того, что грозит нам, если все производители перейдут на эту технологию. Конечно же, будет здорово в плане того, что вас больше не смогут обмануть с подделками, вас больше не смогут обмануть воры велосипеда и продавцы ворованных велосипедов. Минус, кто-то сможет сказать, что, блин, мне нужно будет покупать велосипеды по полной цене, и, блин, они смогут цены диктовать теперь. Этот минус не оправдывается, потому что в блокчейне не стоит цена, за которую этот велосипед должен будут продать. То есть цену до сих пор можно выбить, какую хочешь. Слушай, можно сторговаться в магазине до сих пор. Если вы там очень часто покупаете что-то, то заработали наверняка лояльность, и можно будет сторговать что-нибудь или получить какой-нибудь ништяк к этому велосипеду. Педали, телкомпьютер какой-нибудь, плюшевый или еще что-нибудь такое. Ну, не знаю, кто последнее время покупал велосипеды топового уровня, что вы получали в плане какого-то ништяка. Если покупали не онлайн, дайте знать в комментариях. Очень интересно, есть ли до сих пор эта культура, когда что-то дают, чтобы, опять-таки, привязать немножко покупателя к своему магазину. Может, очки какие-нибудь крутые и что-то такое. То есть, в конечном итоге, в плане развития цен, ничего особо не изменится. Если вы хотите купить подделку, для вас тоже ничего не изменится. Ну, я не знаю, по каким причинам вы хотите купить именно подделку, а не нормальный ноунейм. Тоже другая совсем тема. Но если вы хотите купить ворованный, то до сих пор тоже для вас ничего не изменится. Вы до сих пор чмо. Однако, что изменится, так это ситуация для людей, которые покупают и хотят покупать именно оригинал. Хотят, чтобы история его покупки была абсолютно чистой, без вопросов. Чтобы она была где-то в безопасном месте. Это просто надстройка по безопасности. Кто-то скажет, это хайп, это хайп, чушь, не нужно. Такое себе. Это нужно для тех, кому это нужно. Я бы так сказал. А для всех остальных групп лиц, которые, не знаю, и так покупали велосипеды в магазинах, только у официальных дилеров. Но это, в принципе, примерно пофиг. Потому что, я думаю, что официальные дилеры в России подделками все-таки не торгуют. Иначе они бы лишились статуса дилера очень-очень быстро. Окей, это было все на сегодня. Что ты думаешь по поводу введения этой новой абсолютно технологии для вивела индустрии? Дай мне знать в комментариях. Очень будет интересно наблюдать, конечно, встроит ли блокчейн в production chain. То есть, Рама из Китая получила свой адрес. Потом ее передали в Тайвань на доработку ради экономии налогов и прочее. Получил свой номер. Обратно в Китай еще раз свой номер. И в Европу опять свой номер. И ты всю эту историю можешь наблюдать. И это штука классная. Это классная штука. За ней определенно будущее. Но будут ли его использовать так, как я вот сейчас представил, под большим вопросом. Спасибо огромное за внимание. Та-да. Спасибо.